Сегодня мы поговорим о традициях. Как правильно назвать это, заключается в том, что как правильно раньше в старину люди исполняли калмыцкие народные песни. То есть как пели, как сопровождался танец, когда можно было танцевать, после какого куплета. Вообще по рассказам наших стариков я всегда задумался, сейчас почему старшее поколение говорят о том, что почему неправильно танцуют или слишком хореографически к этому подходят, в плане того, что это устраивает балет. Но такие реплики мы, конечно, с вами каждый раз слышим, когда взрослые или пожилые люди говорят. Это не калмыцкий танец, это какой-то другой, это переигранный, еще что-то. Но не в обиду профессиональным танцорам, конечно, сказать это. Просто из всех источков информации, как рассказывали старики, как танцевали мужчины, как танцевали женщины. И вообще культура танца самого, какая была в традициях, в обычаях. Я слышал такое, что когда танцевали женщины, всегда они не поднимали руки выше головы. Потому что считалось, что так как калмыки тоже придерживались каких-то йоро, йосо, обрядов. Йоро это примета? Приметы, такие сказания, потому что были и шаманами, и язычниками, и тенгрианцами, и буддистами стали. И все это переплелось, настолько стала богатая культура калмыцкого народа, что женщина, когда танцевала, не поднимала руку выше головы. Потому что выше головы только солнце. То есть считалось, что нельзя сильно поднимать руки высоко. Поэтому можно наблюдать, когда танцуют пожилые люди, пожилые женщины, бабушки. У всех руки двигаются по очереди и не выше головы. То есть вот такой культ какой-то был, такая культура танца была. Мужчины, естественно, могли себе позволить там станцевать. Такие какие-то общенародные зажигатели танца. И опять же, так же, как мы записывали в видео, диалекты. Так же есть танцевальный характер диалекта. Именно раньше можно было определить на любом празднике, кто откуда, с какого рода, с какого Аймака он приехал. То есть с Лаганского района, с Малдербетского района. По танцам уже можно было различить, как танцевать. Культура танца никогда не устраивали. Балаган массовый, одновременно все танцевали. Даже наши, будучи в Сибири, конечно, там не было возможности танцевать всем вместе. Танцевали в маленьких землянках, устраивали, да, такие ночные дискотеки. Ночью вот они, да, и всю ночь могли сочинять песни, играть на дамбре, танцевать. А утром шли на работу, да. И когда танцевали, то есть парень с девушкой, да, или парня, женский танец, да, танцевали. То есть, и когда передавали друг другу танцы, некоторые даже обижались, что вот почему надо бейганёк, чахши, не даёшь мне танец, да, свой. То есть, допустим, танцующий человек подходил к другому человеку, обязательно передавал свой танец, прикасаясь к правому плечу, то есть осторожно, да, передавая танец. Только после этого следующая пара могла встать и начать танец. То есть был, да, был мужской танец, да, есть такие мелодии, которые именно только за Луспильдерби, да. Вот здесь в архивных записях играет одна бабушка из Кибурского района, я точно не помню, из какого посёлка, да, и она точно, чётко, ясно, она говорит, что вот то есть этот танец имели право танцевать только мужчины из рода Манджихины, именно вот в тот момент, да, и вот она говорит, что именно Тер-Усу уже, конечно, нет сейчас этих бабушек. Да, но вот они говорят, То есть один, я наткнулся из-за один таких очень интересных архивных записей. И вот культура танца, да, и правильно, когда говорили, то есть пели песню, да, прежде всего обращались к инструменту, к человеку, который играл на инструменте, да. То есть было такое уважение, что к нему нельзя было поворачиваться спиной, то есть к инструменту, да, к человеку, играющему на дамбре. То есть те люди, которые пели по дамбру, обязательно подходили к дамбре, к дамбру, да, да, и на ухо пели песню. То есть и всё это действие проходило строго по ходу солнца. То есть зёвергать, зёвергать, да. Все танцы, все эти смены, все передвижения по вот этому кругу, чётко-чётко они придерживаются именно таких ритуальных этих, что именно только зёвергать. И вот сейчас, когда детей мы учим танцевать, детей, когда мы учим петь, да, даже маленькие дети в садике, когда они поют, обязательно нужно учить, что движение должно начинаться именно по часовой стрелке вначале, а потом уже в обратную сторону. То есть когда бурейр кляга, это получается, что чуть-чуть неправильно. Ну вот такие были обычаи, традиции. Я на эту тему, конечно, мы очень много беседовали с нашим преподавателем, с моим научно-руководителем Сиды Керендженны, да, Хабановой. Я у него очень много интересовался. Почему так? Потому что если спрашивать у стариков, ввиду того, что они малограмотные, да, но тем не менее они знали обычаи, традиции, они не могли объяснить, почему это так, почему, из-за чего и для чего, да, это. А то есть научный руководитель мой Сиды Керендженны, она, то есть уже более... Она ведущая фольклорист. Да, к этому очень осознанно подходила, то есть каждую деталь, да, почему именно, почему там везли подушку, ну, любые вот такие вопросы, вот которые, да, почему так, а не так, то есть Сиды Керендженна могла объяснить. И вот я обращался к ней и спрашивал, почему, как должны вообще петь, да, танцевать люди раньше, да. То есть человек, который поет по дамбру, стоит лицом в дамбре, исполняет мелодию, то есть меняя руки, потому что это тоже задавался ритм, да. Руки, когда меняет человек, дается ритм, то есть мелодии. И вот когда он уже спел, он уходит туда прямо, то есть по кругу дальше. Следующий человек, который хочет петь следующий куплет, было так, что и без проигрыша играли, пели. Друг за другом менялись, потому что песня была очень длинная, каждый хотел что-то спеть, можешь с краю встать кто-то, да, и начать. То есть обязательно друг другу передавали такую музыкальную эстафету. То есть любой человек мог подойти, если он до тебя касается, там, плеча рукой, вот так, да, то есть это значит, что за ним следующий человек хочет исполнить. Это культура была такая, да, танца? Да, то есть не было такого, да, вот, бардака, не было этого, и все внимательно наблюдали, смотрели. Как сейчас на свадьбу, да, только музыка крутится, все все уходят, танцуют и в мужскую партию все. Желательно ногами, чтобы, да, а там бывают двухметровые такие, да, вот, ребята, один раз такой махнул, может, кого-нибудь там... Ладно, бывают такие, но они просто резкие. Резкие. Резкие, да, да. И вот у нас был такой один просто, и он танцует, и места мало всем сразу. У него опасно, течень посадить. Ну, как, я думаю, шкаф, и... Ну, не замечаем больше, да. Ну, вот, культура танца, да, культура пения, вот именно действительно, да. Раньше, когда сочиняли песни, да, то есть 2-3 человека могли хорна кунджагат, где про кого-то сочинить песню, да. Один есть такой очень... Тоже род, да, у калмыка, хошуды, да, всем известный. У них тоже очень интересные женские танцы, женская партия танцев у них очень интересная. Почему? Потому что у их прародительницы было лебедем, хун, да, хун, шоун, хошуды. И вот женщины, когда танцевали, они пол ладони прикрывали. То есть, потому что, ну, вот так уже оголяется рука, считалось некультурно. Кюйнаул сээр, да, то есть вот за чужих людей этим царь. И поэтому, да, ну, то есть очень все было сдержано. Поэтому вот я видел, я сам застал, когда бабушки пожилые, да, немножко, ну, вот так вот. Конечно, уже не так, как в старинного, да, но мне рассказывали, что вот именно они прикрывали его так. И то есть держа в руках, и они танцевали. То есть женщина делала восьмерку, как лебедь. И вот две женщины, парный танец двух женщин из поселка Сарпы, две бабушки танцевали. Именно вот хошуда кюйк бильтык айс. Вот именно девушки из рода хошуду женский танец. Висунок танца был, да? Висунок танца был восьмеркой. Вот они друг за другом могли, крутились, в разную сторону расходясь, они опять крутились. Все по часовой стрелке, опять соединялись в кругу. То есть был круговорот, опять расходились. И вот такой вот культурный был очень танец, да, знак бесконечности. И он только вот мелким семенением, ногами, да, вот они мелко передвигали ногами. То есть торшат, 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 да, кому-то скользили. Вот такие вот были интересные танцы. То есть это тоже, конечно, обычаи, традиции танца. Вот сейчас мы, конечно, многого этого не знаем. Но тем не менее, вот, ну как бы, если интересоваться, есть какая-то культура танца. Именно как петь под дамбру правильно, как поворачиваться, чтобы не спиной, не просто. Вот как мы привыкли на сцене, да, дамбрис сидит и спел, и ушел, поклонился, ушел. Все, то есть в первую очередь, ну как у русских, да, гармониста любить, надо чисто ходить, да. Но то же самое, что вот гармонист на деревне был самый, да, крутой, что вот, то есть музыка, все. Так же и дамбрист. То есть когда дамбрист брал руку дамбру. И некоторые женщины, да, вот именно Манакала, Кюкшин, да, с поселка Тухтун, Керманжейна, она очень хорошо играла на дамбре, на виртуозно, да. Но она всегда почему-то воздерживалась петь. То есть она играла, а другие пели. И она почему-то для нее, она уже вот по старой сказала, что женщину сильно нельзя петь под дамбру, то есть плачущие такие, да, такие страдальные песни. Когда женщина сама играет, поет, оказывается бывает и жизнь тяжелая, судьба. Беду зовет. Да, беду зовет. Ну как бы такое вот. Немножко такие, да, были такие ритуальные вещи. Поэтому она играла, исключительно играла. Она очень хорошо играла, владела на дамбре. И почему я так один раз ее, когда пришел записывать, я говорю, ага, сыграйте что-нибудь и спойте, да, там. А она мне спела всего 2-3 песни и сказала. Кюкуткуникарь, домбруцакундахаддулабяга дайдумиши. Коулю, вот, их тысячи. Ну это свои, конечно, такие были, может быть, не дамбусы, но тем не менее. Почему это, то есть, ну как бы один из тоже таких загадок. Это табу, табу было у каждого рода. Калмутского народа. То есть, женщины не должны были сильно играть и петь одновременно, прям, чтобы все ее хвалили. То есть, могла дома там, да, но не сильно. А когда вот у женщины очень красивый голос, и она хорошо играет, естественно, это, этот, улюмяшдулна, да, это такие вот калмыковые выражения, что прям чересчур мелодично она поет, что аж душу разворачивает. Да, вот, да, да, да. Вот поэтому такие есть душевные песни, особенно у северных, у северного, да, Аймака нашей республики, у Малдербетовского луса. Есть песни все, которые несут с собой речитативы, да, из жизни человека. То есть, от рождения, от, то же самое Матшо Санджи, да, сколько там миллион куплетов, да, даже мы никто не можем сосчитать, сколько там куплетов. От начала до конца, от описания, что его сын остался сиротой, что он был партийный, единственный писарь на весь Аймак был, Санджин Церин, да, который мог описать то действие, происходящее, той партии, да, там, допустим, собрание и все такое. Ну, вот, вся жизнь описывалась, поэтому немножко, когда человек понимает. И вот северным районом биографию, да, я люблю написать? Очень люблю написать, жанр. То есть, прям какой-то отрезок времени, что вот именно в этой песне укладывают всю жизнь этого человека. То есть, даже когда можно послушать, даже вот мы с Димой один раз ехали далеко, да, в дороге, слушали одну песню, ну, вот, знающий язык калмыцкий человек, мне кажется, аж прям мурашки по коже бегут, потому что там описывается от и до, то есть, вся жизнь, и отчего он умер, почему он умер, что помешать, да, все, 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 все описывается в этом, даже вот перевести даже на русский язык, это звучит настолько страшно, аж прям в дрожь бросает. Ну, вот такая вот небольшая обычая, небольшие такие традиции, обычая, культуру, исполнение калмыцких народных песен и народных танцев, да, то есть, культура, поведение друг к другу, передача танца, ну, вот, поэтому раньше все, и шикагеры круглые, да, юрта, круг, все, естественно, сидели кругом, поэтому и не было много места, чтобы танцевать, но, тем не менее, люди устраивали всегда, вот, ну, что характерно нам, калмыкам, да, танцы, нежели от Монголы, Бурятов, чем мы и отличаемся, да, что у нас танцы очень своеобразные. Вот. Ну, вот по поводу этого, да, вот, культуры, там, дамбрист, да, когда, вот Феликс объяснял, дамбрынчикин, это, это вот колки, с помощью которых настраивается инструмент, вот головка грифа, вот колки, на калмыцком это будет звучать, как юна, дамбрынчикин, уши, уши, дамбры, то есть, голосим, да, и вот поющий, танцующий солист, вот он обязательно пел именно по ушам, голове, и, как бы, диалог был, происходил между исполнителем песни и дамбры, а дамбрист, это как проводник был, получается, между инструментом и выступающим. Ну, у Бахдур-Видов тоже, вот, допустим, одно есть архивное видео, да, олимпиада, то есть на этой олимпиаде участвуют эти сайского района, калмыкии, то есть это ихкедур-Виды, да, которые со станицы, прям, там, Котельникова, там, да, вот, рода, там, Бокшангхан, да, вот тех родов, этих племен-представителей, у них тоже очень интересный танец, вот, ихкедур-Вид, да, как мы сейчас привыкли, говорит, бузаунар, да, ну, когда говоришь бузаунар, конечно, некоторые обижаются, почему, потому что, действительно, там исконные земли, ихкедур-Видов были, есть именно, где бузаунар жили, да, станицы вот эти различные, вот, вот это архивное видео одно очень интересное, где танцуют, именно вот со станицы калмыкии, у них чечердык, вот, настолько красивый чечердык, что даже у них не двигаются руки, только ноги, и получается, все тело у них трясется, представляете, да, и вот, я, конечно, постараюсь, да, найти Макс это видео, чтобы вот прикрепить к этому и показать, именно вот этот кусочек, да, где танцуют парный танец чечердык, две пары, хоэрзалу хоэркюткюн бильдена, у них настолько четкий рисунок, когда они перестраиваются друг к другу лицом, и все время лицом, то есть никогда никому спиной не поворачивались, даже в танце, всегда друг на друга смотрели, да, и вот, и когда крутились там, да, ну, единственное, что вот, все там почти стрелки, да, спина к спине, у них мелодия даже другая была, то есть ритм был у них на вторую долю, то есть как синкопа, на музыкальном, ну, музыкальный термин, это синкопа, это усиление, вернее, акцентируешь на вторую долю, и она создавала вот такой, качевой, это такой, кач был такой, какой-то вот, и, да, и помогала она, да, помогала она именно этому, как сказать, движению, чичирхэ, чичирдык тряска. Вот это видео в архивном не есть, я потом покажу, очень интересно, потому что, ну, конечно, у турводов тоже своеобразное, да, тоже они между собой тоже различались, они друг друга могли распределить, откуда вот так, они могли друг друга тоже, как танцуют, джалу, эху, бурану, да, очень красивые танцы у всех, вот действительно, ишхэмдэк, мольджур, вот эти все разновидности этих танцев настолько была своеобразная, да, и это все было очень культурно, красиво, да, без вульгарства, да, вот действительно, что культура танца была, обычай, традиции, да, вот традиции именно как танцевальные, да, не дурнда там, да, махнул там танцевать, да, вот именно если хочешь человека потанцевать, да, приглашали друг друга, все, и вот был красивый какой-то танец. Ну, что танцы у нас не сакральные вообще? Ну, и все, что связано там. Сакральные, я считаю, что вот то, что, ну, сейчас, конечно, уже современная хореография, все красиво, да, очень насыщенно, ярко, но тем не менее, вот когда, да, допустим, вот присмотрите все, вот как танцуют пожилые люди, мужчины, пожилые женщины, да, бабушки, дедушки, как они танцуют, да, вот это, наверное, был сакральный для них, что не сильно, то есть это, когда размахают руками, ногами, это считалось, что вот я вот он, да, вот бил гиро, да, то есть некоторые, конечно, танцевали ногами, да, то есть все упадело в ноги, и поэтому они друг от друга, когда говорят, о, вот теперь санчхаря куштабильды гуля, то есть его, он запомнился всем людям тем, что он танцевал не как все, а вот и мне, то есть у каждого были свои, конечно, да, как он мог танцевать красиво. И вот поэтому сакральное, то, что я вначале говорил о том, что, да, ну что, выше головы только солнце, и поэтому как-то придерживаясь этого, ну и может быть от того, что кибитки руку нельзя было поднять высоко, наверное, да, ограниченное движение, да, пространство. Неверное движение и кибитка рука. Ограниченное все, конечно, пространство было, да, и почему столько му-йор, да, столько этих, я считаю, что вот никто не может объяснить, почему там, допустим, нельзя делать вот так, да, нельзя делать вот так. Я думаю, если уедешь, спрашиваю, ну не знаю, му-йор, и все. Вот так нельзя сидеть. Да, потому что это, оказывается, все равно было воспитание, да, культура воспитания детей. И вот согласитесь, наши родители, да, наши Эджао, какие они воспитанные, да, необразованные люди, а насколько у них такой стержень, да, дух, да, они очень-таки сдержанные, да, многие. Это вот, конечно, дети Сибири уже пошло другое, конечно. А до этого момента, вот до того, когда в одном ритме жили калмыки, да, до высылки, конечно, у них и одежда, да, то есть даже по одежде можно было определить, да, кто это идет, женщина, там, допустим, или девушка, или девочка, да, или это женщина, которая, там, 40 лет, да, то есть по годам. И вот у монголов, что мне сейчас нравится, когда они, ну, глянут друг на друга и примерно определяют возраст, да, если человек на три года тебя старше, они обращаются только на вы, та, икче, ахэ, если они видят, что человек тебя моложе на два-три года, то они тогда, ахэ это брат, тогда они говорят, да, ахэнь, да, то есть ахэ это, допустим, брат, а вот, допустим, обращение к младшему, ахэнь, да, то есть это такое трепетное отношение, ты мой родной братишка, да, родной брат. А если не родственник, можно, допустим, там, меня не дюй, да? Конечно, всех, да, всех, потому что все люди, они, ну, все братья и сестры, поэтому и монголы, вот мне очень нравится, как они определяют это, я не знаю, это, наверное, на генетическом уровне, да? Это официальник, да, да, или чей, да, они сразу понимают, как обращаются друг к другу. Этикет такой, очень уважение к старшему, да, и, допустим, вот сейчас говорят, о, уколонка такого нет, да, обязательно, когда вот раньше мужчина заходил в дом, обязательно вставали девушки, женщины, кто находился в доме, да, или вот мы сидим, сейчас, если кто-то зайдет, старше нас мужчины в возрасте, да, мы обязательно должны пристать. Почему? Это обязательно, обязательно это. И вот даже когда в помещении люди сидят, обязательно, даже кто бы не зашел, всегда нужно пристать, где-то вот такое было уважение. Один из обычайших традиций, забегая вперед, о том, что когда человек заходит, человека нужно сначала запустить, а потом выходить самому. То есть, ну, как в культуре, да, этике, эстетике, да, говорят, что выходящего нужно пропускать, да, на самом деле у калмыков был наоборот, потому что человек, входящий в дом, мог принести хорошую новость, радость, весть хорошую, да, то есть встречает. Если случилось так, что мы уже одеты, что мы уже вышли из дома за двор, да, сейчас мы все живем в двору, в подъездах, да, вышли уже из подъезда, и к тебе идет человек, он говорит, да, я иду к тебе. Ты с этим человеком возвращаешься домой, заводишь его, ага, ора, и выходишь назад, быстро делаешь свое дело и возвращаешься. То есть, обязательно человека нужно провести. И обязательно человека провожали. То есть, всегда, вот, да, вот как-то у нас так заложено, да, что наши родители, кто бы ни приехал, да, всех потом почему-то выходит, да, даже раздетым на улицу провожать. Они говорят, о, бичагарх, ну, не вскарь, да, не выходите раздетый, там, то есть, как-то уважение такое, а все равно человек, к которому пришли, порядки вещей, да, порядки вещей, обязательно должен выйти провести человека. Есть такие интересные, видите, вот такие, как, юн, да, скрытые, юн, намеки о том, что, ага, ну, хаагас гархачк нам, то есть, мы же, то есть, выведу вас от собаки, да, допустим. раньше же у всех были собаки все да но сейчас знающий язык люди они так и говорят об это не карточина но холоса то есть проведу вас от злой собаки там но такая форма шутки но тем менее уважение до дань уважения того что спасибо что человеку до что он пришел твой дом это уже не говоря о том что приходящим сюда наливает чай там все остальное да это уже следующее конечно почему люди да вот допустим наши вот эти у нас она немножко ну как бы помоложе и они она работала в магазине да они немного современные были дать а вот и и свекровь наши кокшин ежао да они все придерживались то есть мужа родственников по имени называли и мне всегда было интересно да почему они узнают что именно идет мужу родственник они твой родственник да как узнаешь вот один раз я задаю вопрос и одна мне бабушка до родственница сказала о том что когда идет мужу родственник он подает знак а какой знак он на улице начать кашлять отряхать ноги то есть это предупреждает о том мужа женщина могла быть без платка без носков да так как раньше нельзя это было же дома человек может когда жарко даю допустим лето может он без платка ходить да там без носков ходить до женщин до сарафан да еще что то да но тем самым он давал обозначение тем что идет мужу родственник что нужно немножко при одеться да не если с твой родственник так более или менее еще как бы а то это сейчас вообще грех если мужу родственник застанет что вот действительно без платка там без носков вот такие раньше были это сейчас конечно в этом никто молодежь не придерживается да и даже хочу сказать то что у филикса придерживается да я когда захожу к ним домой хоть я не по отцу родственник да 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 но она берет платки а потом переехали сюда были 100 уже но на каникулах конечно мы всегда ездили с восьмого микроэрла родные есть очень много нет нет но у нас едят туда своих декородов допустим деда-мать ну вот такие там корни переплетаются конечно а вот культура вот этого конечно очень интересная да что действительно не очень как-то приятно на когда заходишь кому-то и там шортах там или еще что-то на майках да я понимаю что дома жарко да но тем не менее как-то такую должна присутствовать культура до этого что уважение к человеку это получается что хоть кто-то хоть кто-то поэтому раньше вот такие вот были интерес потом один был такой случай бабушка тоже одна расскажет что она мыла полы и в этот момент ну лето было жарко она мыла полы босиком естественно без платка и шел родственника она увидела вот так в окно что он проходил и она не знала куда себя деть спрятаться да от него то есть рядом ничего нет она стала ногами в таз с водой чтобы не показать ему свои босы и ноги а эту тряпку положил на голову то есть он увидел эту картину не стал ее смущать он сказал она ему говорит а уж ножкин герри рожден то есть он прошел дом ходить в дом она закрыла дверь и быстро выбежала там на улице одел платок и это носки зашла уже чай май все остальное вот такие вот интересные бывают эти рассказы пожилых людей вот именно в чем заключалось уважение до к роду до гостю к человеку который пришедший к тебе любого до построена на табу и того лугарским барсом на приметы какие-то все доносить все это женщина мужчина вот скачет в игре были в игре наверно дима скажет да да я что с как раз хотел хотел сказать то что восточные районы в основном настраивают инструмент под кварту на коломынском это дэйрберн это получается лады вот лады вверх вот низ северный район вот западный монголий играет вот именно в таком строительстве к винти а таки вору ол дамалы дельмит вору ол дамалы дельмит Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok настолько похожи мелодично то есть брав дыхание тянули отпускали опять брал и вот такая получалась мелодия очень ну вообще конечно протяжные песни они каждая песня упоминается лошадь до мазь лошади какая была лошадь то есть и даже конечно каждый песни каждый песни даже современной сейчас песни до каждой встречается что то есть калмык без лошади это у нас именно наш фольклор он очень самобытный то есть процессе перекочелки да вот мы адаптировали какие-то интересные да вот калмыки не случайно занимает второе место по сказкам в мире после после идти до последние до их сколько да там в миллиону сколько в миллиарды и сколько полтора миллиарда и насколько у стыд и второе место в мире держать а здесь то 6 тысяч километров пройти познакомиться со многими народами до кого-то к себе это там да грубо говоря там полон взять кого-то там наоборот женить там до замуж выдать да и такой обмен происходил и себя до культурный обмен и наша нация именно выбрала себе самые лучшие именно такие моменты всяческих фольклоров до которые есть движение всякие разные вот дамбра инструмент в эпосе описывается то шур ядха берегу шкур вот этот инструмент и духовный казах это наш но мы доказываем что не наш детально описывают да и даже вот хурульные инструменты тоже джангар описывается ганглин да вот эти ракушка да вот которая и до синдзянской калмыки говорят не дом брагат они как дюмбре а дюмбре переводится величественное то есть под на свой владел дюмбур как шин дом брда но это ну да ну наверно это как просто вот доска может быть даса как лес кишва дом бур говорили да раньше это я не дом вратан тучки дом вратану это уже уже как бы все произошло это уже свершилось уже то есть должно было быть так конечно я не могу говорить так что все должны и у всех так было да я буду рассказывать о традициях обычных тех которых я знаю мы не как говоришь в нашей семье как именно в моем поселке да как в нашей семье в нашем роду как это было потому что я знаю что сколько племен сколько родов да у всех очень много поэтому чтобы не обидеть никого не задеть никого ничего поэтому будем рассказывать об общих да то есть я буду рассказать именно в своем примере как у нас делают да а вот так вот так вот так делают таких родах да насколько нам известно таких да есть очень много книг интересных да ну я думаю что и похоронные да обряды традиции я постараюсь рассказать кто кому интересно свадебный именно да сватов 100 там ну такие вот небольшие конечно да рождение ребенка рождения мальчика поэтому 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 да я думаю что будем приглашать если что да можно даже и до кирвенджена даже пригласить до чтобы более четко поэтому я думаю что следующий раз тоже даже еще соберемся потому что по средам 6 часов вечера будет день традиции обычай обрезка надо